Какие качества и чувства? И сегодня мы поговорим с вами о христианской злобе, как о самой яркой и самой заметной черте этой идеологии. Повторяю, мы говорим не о так называемой верении, а о частном деле неким граждан, мы говорим именно об идеологии. И вот злоба является самой характерной чертой христиан не только сегодня. Мы в этом могли убедиться, когда следили за этим своеобразным рецидивом процессов о ведьмах, средневековых процессов о ведьмах. То, что мы видели на примере этих бедных девочек, которые не там где-то спели свою песенку. Но если мы обратимся к, скажем так, столь же свежим по историческим меркам примерам, мы увидим эти примеры исключительно злобности практически во всем. И практически у всех. Например, у христиан, у православных считается мерилом добросердечия, благостности, тихостности некий Иван Сергеев, церковный псевдоним Иван Кронштадтский. Посмотрим, чем он отличился и чем он запомнился. Он запомнился тем, что он в 1908 году, когда Лев Николаевич Толстой тяжело болел и за Льва Николаевича переживала вся Россия, Иван Кронштадтский молился о смерти Льва Толстого, прося своего бога убить старенького писателя. И в своем дневнике за 1908 год Иван Кронштадтский писал свое прошение, записывал свое прошение к Богу, не дай ему дожить до праздника, забери его, значит, смердящее тело с земли и так далее, так далее, так далее. Вот у христианской злобы, у костров, у нетерпимости, у той свирепости, которую мы видим в отношении картин Репина, поэм Пушкина, выставок, спектаклей, конечно, очень глубокие и серьезные корни. Я уж не говорю про Библию, которая вся насквозь пронизана призывами к убийствам, к мести, к ненависти, требованиями убивать безжалостно по национальному и расовому признаку. И причем надо помнить, что там тоже все не так безобидно, они, древние евреи, очень любили масштабные убийства, и, если не ошибаюсь, в четвертой книге царств, в 19 главе радостно сообщается о том, как Бог мгновенно за какую-то малую провинность убивает 185 тысяч ассирийцев. Не сколько-нибудь, а 185 тысяч. А в третьей главе книги царств пророк Илья одномоментно убивает 800 пророков на горе Кармель. Но в Евангелии дело обстоит ничем не лучше. Причем надо помнить, что из большого количества Евангелий, которые были уже к третьему веку нашей эры, были выбраны всего четыре, причем выбраны по такому, мягко говоря, анекдотическому принципу, что упоминать о нем даже и не стоит. При том, что все Евангелии, и первые Евангелия Иакова, и Евангелия от Никодима, от Петра, Фомы, Марии, Евангелия младенчества, книга о Рождестве и Детстве Спасителя, они все имели абсолютно равное, с исторической точки зрения, право на существование, все имели право стать каноническими книгами. Тем не менее, канонических было избрано четыре, остальные остались в обиходе христиан, и при том, что не являются каноническими книгами, их не читают вслух в церкви, тем не менее, они существуют. Вот есть замечательная среди апокрифических вот этих Евангелий, есть замечательная книга о Рождестве и Детстве Спасителя. Буквально в 16 главе мы видим, что четырехлетний Иисус, играя с детьми в день субботний на берегу Иорданском, осерчал на какого-то мальчика, который сломал его игрушку и сообщил ему, «Горе тебе, сын смерти, сын сатаны, ты осмелился разрушить работы, которые я сделал». И в тот же час умер тот, кто сделал это, то есть маленький мальчик. В 18-й, в 19-й главе, прошу прощения, кто-то осмелился толкнуть маленького Иисуса и сказал ему Иисус, тоже мальчик толкнул, да, и сказал ему Иисус, ты не возвратишься здоровым с дороги своей. И в тот же час упало и умерло дитя то. В Евангелии младенчества, в 46-й главе, мы опять-таки встречаем, но правда уже в другом контексте, мальчишку, который в лесу случайно толкнул Иисуса. Иисус говорит этому ребенку, «Так же, как ты меня толкнул, упади и не вставай, и тотчас же ребенок упал на землю и умер». В 48-й главе маленький Иисус убивает своего учителя, который неправильно объясняет ему значение буквы «алев». И так далее, и так далее, и так далее. То есть база для злобы, база для ненависти у христиан очень богата. Поэтому не надо удивляться тому, что происходило в течение русской истории, когда убивали, не просто убивали по религиозному признаку, убивали с каким-то невиданным зверством. Вспомним очень, как ни странно, положительного персонажа Дмитрия Ивановича, императора. Дмитрия, который больше известен как Лжедмитрий. Хотя никто, осуждая этого персонажа, не может сказать, что же плохого он сделал. Только известно, что в первый же год, он очень недолго царствовал, он поменял Боярскую думу на сенат, он дал полную свободу передвижений по стране, он, по сути дела, отменил крепостное право, он попытался основать университеты, он сделал то, что спустя много времени после него начал делать Петр Алексеевич. И вспомним, чем закончилась судьба этого так называемого Лжедмитрия, с какой образцово-показательной злобой он был истреблен, и труп его был выставлен на поругание. Вот это все очень важно. Хотя христианство, конечно, фассилизировалось, оно окаменело, из него исчезли живые черты, тем не менее, вероятно, они присутствуют. И мы должны понимать, что именно злоба является отличительной чертой христианства. Субтитры создавал DimaTorzok